Да, давай. Передаю, собственно, слово первому, да, спикеру Игорю. Всем привет. Меня зовут Игорь. Я занимаюсь тем, что пишу код в Ozone.ru. И сегодня хочу рассказать вам про использование OpenTracing в .NET. Почему была выбрана именно эта тема? Небольшой экскурс в историю. Озон достаточно долгое время писался как сильно связанная монолитная система. И относительно недавно мы начали постепенно ее распиливать на микросервисы и постепенно переносить эти микросервисы в кластера Kubernetes. Сервисов постепенно становилось все больше и больше. Появились сервисы, написанные не только на .NET, но еще и на .go и на других языках программирования. И в какой-то момент стало понятно, что нужен какой-то механизм для того, чтобы понимать, где что тормозит и где есть какие-то узкие места, на которые стоит обратить внимание. И, собственно, таким образом у нас появилась потребность в том, чтобы иметь какую-то систему для сбора распределенных трассировок. И в качестве такой системы как раз-таки и был выбран OpenTracing. О чем будет доклад? Ну, во-первых, я расскажу, что такое OpenTracing, зачем он нужен и какие задачи решает. Также расскажу про такую систему как Jagger и каким образом она связана с OpenTracing. Покажу примеры использования .NET библиотек для OpenTracing и Jagger. И в конце будет небольшой демо, в котором я покажу, как можно достаточно просто подключить OpenTracing в проект, который написан на ISP.NET Core. Поехали. Для начала давайте разберемся, что же такое распределенная трассировка. Ну, я думаю, что большинство людей примерно понимают, что такое трассировка. То есть если у вас есть какое-то приложение, которое в какой-то момент начинает тормозить или просто где-то тупит, то вы берете профайлер, снимаете трейс с приложения, и оно вам показывает время выполнения отдельных методов, и вы можете понять, что затык в каком-то конкретном месте. Но теперь предположим, что у нас есть какая-то система, которая состоит из множества сервисов. Это не обязательно должны быть микросервисы, просто сервисы, которые каким-то образом взаимодействуют между собой. Какие-то сервисы обращаются к базам данных, к чему угодно. Elasticsearch, кэши на Redis, очереди на Kafka или RabbitMQ. И предположим, что мы делаем какой-то запрос к одному из сервисов и получаем ответ за условные 500 миллисекунд. Мы хотим понять, это вообще хорошо или плохо, можно ли этот результат как-то улучшить. Собственно, для решения этой задачи как раз-таки предназначены системы для сбора распределенных трассировок. Они позволяют вам, во-первых, определить путь выполнения запроса, то есть понять, какие сервисы и в каком порядке вызывались для обработки отдельного запроса. Также они позволяют померить время выполнения отдельных операций. И в конце концов позволяют вам понять, что есть какое-то узкое место, в котором тратится больше всего времени, и оптимизировав это конкретное место, вы, скорее всего, получите максимальный прирост производительности. Существует достаточно много систем для сбора распределенных трассировок. У нас, например, достаточно длительное время использовалась такая система, как New Relic. Она достаточно крутая и в то же время дорогая. То есть вы ее ставите, и она сама все за вас делает. Но поскольку мы начали переходить на микросервисы, мы решили перейти на какую-то другую систему, которая будет бесплатна и открыта. И, собственно, такой системой стал OpenTracing. Что же это такое? OpenTracing — это некий стандарт, который не зависит от конкретного бэкэнда, то есть система, которая занимается сбором и хранением трассировок. Это стандарт, который описывает набор API и модель данных для того, чтобы вы могли с помощью этих API инструментировать свой код, то есть написать код для сбора трассировок, чтобы эти трассировки могли собираться из разных приложений, которые написаны на разных языках программирования, и чтобы все эти трассировки могли собираться в единый бэкэнд. Стандарт OpenTracing состоит из двух основных частей. Это семантическая спецификация и семантические соглашения. Спецификация как раз-таки описывает набор API и модель данных OpenTracing. В этой спецификации описаны такие сущности, как трейсер. Это важный интерфейс, который является, по сути, точкой входа в OpenTracing. А также другие сущности, такие как трассировка, спан, теги, логи и многое другое. Об этом я расскажу чуть подробнее позже. Помимо спецификации, API OpenTracing часто оперирует строковыми ключами. Например, для тегов и логов могут использоваться строковые ключи. Чтобы как-то стандартизировать их использование, вводятся семантические соглашения. То есть соглашения о том, какие строковые ключи в каких ситуациях стоит использовать. Например, если вы делаете запрос в базу, то в семантической спецификации описано, что запрос в базу данных можно записать в определенный тег трейса. Как это делается, я расскажу чуть подробнее позже. В данный момент OpenTracing реализован для девяти языков программирования, среди которых есть и .NET. И реализацию OpenTracing для .NET можно найти в Nougat пакете OpenTracing. Но такое дело, что если вы просто возьмете и скачаете этот Nougat пакет и попробуете создать экземпляр класса, экземпляр интерфейса Tracer, то увидите, что там есть три реализации. Это Noop Tracer, Mock Tracer и Global Tracer. Но из названия несложно догадаться, что Noop Tracer просто ничего не делает, Mock Tracer используется для тестов, а Global Tracer это по сути сингл тон, в который вы можете зарегистрировать какую-то другую реализацию и везде к нему глобально обращаться через статическое свойство. То есть других реализаций нет. Как же так? Ответ прост. OpenTracing это просто стандарт. То есть он не описывает конкретный бэкэнд. Кроме того, существует много бэкэндов, которые поддерживают OpenTracing. Наиболее популярными из них являются OpenZipkin и Jagger. Собственно, у нас в компании был выбран Jagger. Jagger это бэкэнд для OpenTracing, то есть это система, куда отправляются трейсы, и которая предоставляет интерфейс для того, чтобы можно было эти трейсы искать, как-то просматривать. Выглядит интерфейс следующим образом. У вас есть панель поисков, в которой вы можете выбрать конкретный сервис. Там же вы можете отфильтроваться по операции, указать, что хотите найти, например, запросы, выполняющиеся дольше определенного порога времени. И в результатах поиска у вас будут трассировки. То есть каждая такая трассировка – это отдельный запрос, который состоит из вызовов в разных сервисах. И каждый сервис обозначается отдельным цветом. То есть вот этот конкретный запрос был обработан девятью сервисами. Если вы откроете отдельную трассировку, то увидите дерево операций, в котором отдельными цветами, опять же, будут обозначены отдельные сервисы. И временную шкалу, в которой специальными интервалами будут обозначены интервал времени, в который выполнялась эта операция по отношению к самой корневой операции. Поскольку данный доклад ориентирован больше на разработчиков, я не буду останавливаться на том, как именно установить и настроить джаггер. Но если вы захотите попробовать open tracing локально на своей машине, то можете легко запустить джаггер в контейнере. Для этого вам нужно будет указать два параметра. Это два порта. Первый порт – это адрес коллектора, то есть это адрес, на который можно отправить трейсы. И второй порт – это порт, на который можно зайти и посмотреть интерфейс. Джаггер изначально разрабатывался в компании Uber. Он хорош тем, что для него есть официальная поддержка клиента для дотнета. То есть клиент, в принципе, развивается, там исправляются какие-то баги и вносится в улучшения. Этот клиент можно скачать в Nuget пакете джаггер. Мы разобрались с теорией. Теперь давайте посмотрим, как же можно все-таки использовать API open tracing для того, чтобы инструментировать с помощью него ваш код. Прежде всего нам понадобится ссылка на интерфейс трейсер. Поскольку ее реализация находится в джаггере, пока что я не буду останавливаться на том, как создать прейсер. Будем считать, что у нас уже есть ссылка. Она может быть зарегистрирована где-то в контейнере. И мы будем работать уже с готовой ссылкой. Чуть позже я покажу, как именно настроить саму реализацию. Главным строительным блоком open tracing является понятие span. Span – это некоторая операция, которая выполняется на протяжении определенного момента времени. То есть у каждой операции есть название. Это позволяет нам группировать все одинаковые операции. Например, все запросы в базу данных можно найти по названию операции. Также у каждого спана есть время его начала и время окончания. Span группируется в трассировку. То есть несколько спанов, которые были прождены в рамках одного запроса, группируются в единое дерево. Для того, чтобы создать новый спан в коде, вы используете ссылку на интерфейс Tracer, вызываете у него метод buildSpan, куда передаете название операции, которую вы хотите запустить. И дальше вызываете метод start. В этот момент таймер засекает время, и после чего вы можете сделать какую-то полезную работу. И в конце этой полезной работы вы должны вызвать метод finish, чтобы этот спан был завершен, то есть таймер был остановлен, и спан в итоге отправился бы в коллектор, где он хранится. Если вы выполните такой код и потом зайдете в джаггер, то увидите, что у вас появилась операция в левой части, и на временной шкале эта операция будет занимать всю ширину. То есть она уже является корневой, поэтому занимает всю ширину. Но такой подход, когда мы явно вызываем метод finish, он не очень удобен, потому что если при выполнении операции произойдет исключение, то мы просто не вызовем метод finish и потеряем спан. Чтобы этого избежать, можно использовать метод start.active вместо метода start. Этот метод возвращает уже не спан, а scope. scope это по сути контейнер для спана, который еще вдобавок реализует интерфейс iDisposable и позволяет поместить всю конструкцию в юзинг. То есть как только вы выйдете из конструкции юзинг, у вас спан будет автоматически закрыт. спаны это хорошо, но нужно их как-то связать между собой. Для этого в open tracing есть понятие ссылок. ссылок могут быть двух типов. Это child of и follows from. Посмотрим, чем они отличаются. Если у вас есть некоторая операция, которая является неотъемлемой частью другой операции, вы можете связать эти два спана при помощи типа ссылки child of. Например, вы вызываете какой-то сервис. В начале обработки внутри этого сервиса вы открываете какой-то спан, у вас идет какая-то обработка, после чего вы делаете запрос к базе данных. При старте запроса к базе данных вы открываете новый спан. То есть пока запрос к базе данных не отработает, сервис не вернет вам результат. То есть дочерняя операция не может быть завершена раньше, чем ее родитель. Вернее, родитель не может быть завершен раньше, чем дочерняя операция. В интерфейсе джаггера такие спаны показываются следующим образом. Они в левой части организуются в дерево, а на временной шкале дочерняя операция будет занимать меньший промежуток времени, чем родительская. Есть второй тип ссылок. Называется follows from. Зачем он нужен? Предположим, что вы вызываете какой-то сервис, который может отправить событие куда-нибудь в очередь и сразу же вернуть вам результат. То есть это событие может быть получено каким-то другим сервисом через какой-то промежуток времени и в этот момент оно только начнет обрабатываться. При этом родительский спан уже к тому времени завершен. Для того, чтобы организовать таким образом спаны, как раз-таки используется такой тип ссылок. Для того, чтобы связать один спан с другим при помощи такого типа ссылок нужно воспользоваться методом addReference. В интерфейсе джаггера это будет выглядеть следующим образом. Операции все еще будут организованы в левой части в виде дерева, но при этом родительская операция завершится где-то в середине, и только в этот момент начнется ее дочерняя операция. Но явно связывать дочерний спан с его родительским не всегда бывает удобно. Если мы находимся внутри одного процесса, то мы можем даже не знать, какой спан в данный момент является активным, и мы можем не знать, к какому спану нужно привязывать спан, который мы создаем. Для того, чтобы обойти эту ситуацию, в OpenTracing определен такой специальный интерфейс, как ScopeManager. Каждый раз, когда вы запускаете новый спан, этот спан регистрируется в ScopeManager и становится так называемым активным спаном. Если у вас есть ссылка на Tracer, вы всегда можете посмотреть, какой спан является активным. И получается, что если вы в любом месте кода просто вызовете метод StartActive, не указывая, какой спан является родительским, то этот спан все равно будет привязан к активному спану. Стоит отметить, что данная конструкция корректно работает даже в том случае, если операция является асинхронной. То есть вы наверняка знаете, что если у вас есть какая-то асинхронная операция, она может начать выполняться в одном потоке, и как только она завершится, ее продолжение может вызываться в каком-то другом потоке из пулу потоков. Активный спан хранится в так называемом execution контексте, и поэтому он корректно передается между асинхронными, между логическим потоком выполнения. Поэтому если мы выполним такой код, то в джаггере все равно увидим, что у нас есть родительская операция и две дочерних операции, которые привязаны к родительской. Помимо того, что OpenTracing позволяет связывать спаны между собой, он также позволяет нам добавлять некую метаинформацию к этим спанам. Это бывает полезно, чтобы понять, что конкретно выполнялось в вашем коде. Один из видов метаинформации — это теги. Теги — это просто набор ключ-значений, которые привязываются непосредственно к спану. В качестве ключа используется строка, и в качестве значения может использоваться любой тип данных. Если вы выполните такой код, то потом можете зайти в джаггер и увидеть, что для данного спана там будет панель с тегами, где вы можете посмотреть их значения. Кроме того, там будут дополнительные теги, которые отправляются с самой реализацией трейсера. Второй вид метаинформации — это логи. Логи похожи на теги, но логи можно писать несколько раз. То есть каждая запись в лог, по сути, записывает в лог набор пара ключ-значений. И таких записей может быть много. При этом каждая запись помечается меткой времени в тот момент, когда она произошла. Опять же, если мы выполним такой код, то можем потом зайти в джаггер и увидеть панель с логами, где будет несколько записей в лог. И в каждой записи будет пара ключ-значения с значением, которое мы туда передали. Также хочу отметить, что логирование, которое встроено в OpenTracing, оно не является заменой стандартному логированию, которое вы, скорее всего, используете, поскольку информация, которая отправляется в коллектор, в принципе может теряться. То есть OpenTracing и джаггер построены таким образом, что если вдруг сервис не может что-то отправить в коллектор, то он просто на это забивает и считается, что это лучше потерять некоторую служебную информацию, чем это приведет к тому, что сервис перестанет работать. Пока что мы рассматривали OpenTracing в контексте одного какого-то процесса. Но ведь изначально я начал рассказывать про него именно как для системы для сбора распределенных трассировок. Предположим, что у нас есть два сервиса, и сервис А вызывает сервис Б. Оба этих сервиса пишут какие-то трассировки, создают спаны, пишут логи, добавляют туда теги. И в какой-то момент сервис А понимает, что ему нужно вызвать сервис Б. Обычно, если запрос придет в сервис Б, то сервис Б просто создаст корневой спан. И поскольку он не знает, какой спан был активен в сервисе А, то эти трассировки окажутся несвязанными. Чтобы обойти эту ситуацию, в OpenTracing вводится такое понятие, как context propagation, то есть распространение контекста. Суть его заключается в следующем. У каждого спана есть так называемый спан-контекст. Это набор стерилизуемой информации, которая определяет данный спан. Туда входят идентификаторы спана, идентификаторы трассировки и некоторые дополнительные элементы, которые называются багаж-итем. Вся эта информация может быть стерилизована в какой-то объект и передана по сети. Хочу отметить, что не обязательно вызов будет по HTTP. Это может быть ситуация, когда сервис А кладет какое-то сообщение в очередь, и сервис B, получая это сообщение из очереди, сможет восстановить последний активный контекст из сервиса А и таким образом продолжить писать трассировку, таким образом, чтобы она была связана. Как это выглядит в коде? В интерфейсе Tracer определено два специальных метода. Они называются inject и extract. Мы можем передать в эти методы текущий спан-контекст, например, взяв активный спан из scope-менеджера, после чего мы вызываем метод inject и передаем объект, в который надо сервизовать этот спан-контекст. Поскольку OpenTracing это стандарт и он не нацелен на какую-то конкретную реализацию, метод достаточно абстрактный, то есть объект, который занимается переносом состояния, он определен просто как generic параметр. И на самом деле, вот в моем примере это dictionary, но здесь может быть что угодно. И на практике это, например, коллекция HTTP-заголовков. Но помимо этого можно написать какие-то свои кодеки и, например, стерилизовать текущий контекст куда-то еще. Если выполнить такой код, то в словарь будет записан ключ с вот таким вот значением. И в нем будут зашифрованы, даже не зашифрованы, а просто в 16-ти ричном формате ID активного спана и ID активной трассировки. После того, как сервис B получит входящий запрос, он может взять, например, HTTP-заголовки и при помощи метода extract извлечь оттуда спан-контекст. После этого сервис B создает свой корневой контекст и просто говорит, что он является дочерним от того контекста, который был передан через механизм context propagation. Также хочу отметить, что этот механизм очень похож на такое понятие, как relation ID. Возможно, вы знаете, что в некоторых сервисах используется идентификатор, который передается от сервиса к сервису. И, например, пишется в логе, чтобы можно было связать логи из разных сервисов. Этот механизм работает примерно так же, только имеет дополнительные возможности. Например, вы можете вместе с контекстом передать дополнительные значения. Для этого можно взять просто активный спан и сказать ему, что я хочу установить такое-то значение. Это значение устанавливается как строковой ключ и строковое значение. Оно также сохраняется в коллекцию HTTP заголовков, передается в HTTP реквесте. И любой сервис, который идет ниже по цепочке, может достать это значение из этой коллекции. Мы разобрались с API OpenTracing, но осталось понять, как же все-таки создать экземпляр интерфейса Tracer. Для этого нужно воспользоваться нугентом пакетом для джаггера, в котором определена уже внятная реализация интерфейса Tracer. Вы можете воспользоваться классом Tracer Builder, чтобы создать Tracer. Он создается один раз в приложении. И в качестве параметров ему нужно указать, во-первых, название вашего сервиса, а также два параметра, без которых, скорее всего, ничего не будет работать. Это Reporter и Sampler. Посмотрим, для чего они нужны. Reporter отвечает за то, куда вы хотите отправлять Tracer. По сути, интерфейс Reporter имеет одну полезную реализацию. Это Remote Reporter, то есть Reporter, который отправляет Tracer в какое-то удаленное хранилище. Внутри себя он реализует очередь. По умолчанию она имеет размер 100 элементов. И если, например, эта очередь переполняется, то Tracer просто перестают добавляться в эту очередь и могут потеряться. И в отдельном потоке Reporter отправляет эти Tracer в один из сендеров, который вы ему передадите. В реализации джаггера есть две дефолтных реализации. Это UDP сендер, который позволяет вам отправлять трейсы по UDP, или HTTP сендер, который позволяет вам отправлять их на определенное API. У нас, например, используются оба подхода. То есть для тех сервисов, которые находятся в Kubernetes, мы через переменное окружение передаем адрес коллекторов, которые нужно отправлять трейсы по UDP, потому что внутри кластера это удобно. Но у нас также есть сервисы, которые находятся вне кластера, хостятся на виндовых машинах, в ISE, и для них мы просто задаем HTTP сендер. Вторым важным параметром для трейсера является самплер. Представьте, что у вас есть очень сильно нагруженный сервис, и скорее всего писать каждый трейс и отправлять его в хранилище будет неэффективно и по меньшей мере бесполезно. Поэтому в джаггере есть понятие самплера, которое определяет, нужно ли вообще по данному запросу что-то отправлять куда-то. Существует несколько реализаций самплера. Самая простая это const-самплер, которому вы просто говорите, нужно сэмплировать запросы или не нужно. То есть он либо всегда отправляет их в коллектор, либо никогда не отправляет. Другие реализации, например, probabilistic-самплер позволяет отправлять, например, несколько процентов от запросов. Например, на продакшене у нас используется всего 2% запросов. Также есть, например, rate-limiting-самплер, который полезен для слабо нагруженных сервисов. И этот самплер позволяет отправлять трейсы в коллектор не чаще, чем определенное количество раз в определенный интервал времени. Есть более сложные реализации, вплоть до того, что можно сделать самплер, который периодически ходит на какой-то API и получает актуальные параметры конфигурации. Таким образом вы можете менять параметры сэмплирования без перезагрузки сервисом. Важное замечание про сэмплирование. Предположим, что у нас есть вот такая вот ситуация. Есть три сервиса, и эти сервисы вызывают друг друга по цепочке, но в каждом из сервисов заданы разные параметры сэмплирования. В первом сервисе сэмплируется 10% запросов, второй сервис отправляет в коллектор все запросы, и сервис C отправляет в коллектор 50% запросов. Может показаться, что в некоторых ситуациях у нас будут частичные трассировки. То есть какой-то сервис отправит трассировки, а какой-то нет. На самом деле это не так. Решение о сэмплировании всегда принимает первый сервис в цепочке. То есть когда вы вызовете сервис A, он вызовет свой сэмплер, поймет, нужно ли этот запрос отправлять в коллектор, а дальше вот этот признак, нужно сэмплировать или нет, он будет передавать через механизм контекст пропагейшн во все остальные сервисы. Таким образом в данном примере все сервисы будут отправлять только 10% трейсов. Но конфигурить трейсер в коде не всегда бывает удобно. Иногда бывает удобнее просто задать набор переменных окружения и создать трейсер при помощи специального метода configuration from env. Это очень полезно в тех случаях, если у вас в кластере есть сервисы, написанные на разных языках программирования. Дело в том, что для Джаггера есть разные клиенты. Например, есть клиент для .NET, есть клиент для Go, есть клиент для Java и так далее. Все эти клиенты понимают одинаковые переменные окружения и таким образом можно задать один раз для всех сервисов одинаковые переменные окружения и потом централизованно их менять. При этом вам не нужно будет менять код внутри самого сервиса. Может показаться, что сбор трейсов это достаточно нудная операция. То есть нужно подключить все эти пакеты, нужно в коде расставить создание спанов, нужно в эти спаны добавить всякие теги, логи. И выглядит, что это достаточно много работы. Но на самом деле это не так. Для .NET есть такой замечательный пакет, называется OpenTracingContripNetCore, подключив который трассировки в формате OpenTracing начинают собираться автоматически. Все, что нужно сделать, это в файле startup зарегистрировать реализацию интерфейса Tracer. Ну, например, можно воспользоваться переменами окружения. А также добавить одну строчку, это OpenTracing. После чего у вас в этот трейсер автоматически начнут собираться трассировки для входящих HTTP запросов, исходящих HTTP запросов и запросов в базу данных, которые идут через Entity Framework. Внутри это реализовано через механизм SystemDiagnostics, который появился относительно недавно. Появился он в .NET Core и позволяет фактически подписываться на некоторые низкоуровневые события, например, входящие HTTP запросы, исходящие HTTP запросы и перехватывать их. И таким образом этот пакет организует сбор трейса фактически без участия разработчика. Сейчас я покажу небольшой демо, как это работает. У меня есть тестовый проект. Он состоит из трех сервисов. Называются они альфа, бета и гамма. Сервисы очень простые. Фактически я в файле программ.cs задаю переменные окружения для каждого сервиса, задаю, на каком порту они должны запуститься, задаю название сервиса и коллектор локальный и параметры сэмплирования константный, чтобы все трейсы писались. В файле стартап у меня есть реализация, регистрация интерфейса трейсер и очень простой контроллер, который по сути делает следующее. Он в string builder пишет все http заголовки, которые пришли в сервис, потом пишет текущий span контекст и делает запрос в следующей по цепочке сервис и пишет заголовки, которые были отправлены в другой сервис. И так по цепочке. Если я сейчас запущу этот проект, то мы увидим следующее. То есть есть несколько сервисов. Сервис альфа. Это заголовки, которые пришли в этот сервис из моего браузера. Текущий span контекст. И делается запрос в сервис бета и отправляются в такие заголовки. Здесь мы видим, что добавляется заголовок uber trace id, в котором как раз таки передаются текущий trace id и span id, а также багаж item. Эти заголовки все промбрасываются по цепочке и их получают в следующие сервисы в цепочке и также их обрабатывают. Теперь я запущу джаггер. Запущу его в контейнере. Пока что в нем ничего нет. Теперь я зайду на вот этот сервис. И здесь мы видим, что появились трассировки по трем сервисам. Я могу выбрать конкретный сервис, который меня интересует, и посмотреть трассировки. То есть мы видим, что в каждой трассировке участвовали все три сервиса. Если мы их откроем, то увидим дерево вызовов. И в каждой операции можно посмотреть какую-то дополнительную информацию. Ну, например, адрес, по которому этот сервис обращался к другому сервису. Таким вот образом можно достаточно просто в ISP.NET Core подключить open tracing. В .NET Framework, к сожалению, это не работает, потому что вот этот механизм system diagnostics, на котором основан этот пакет, он появился только в .NET Core. Но, тем не менее, можно также подключить пакеты для open tracing и джаггера и вручную собирать трейсы, если такая необходимость есть. На этом у меня все. Спасибо. Вопросы. Я могу сразу ответить на вопрос, который всех волнует. Да, это носки. И это сувенир, который будет вручен за лучший вопрос. Спасибо за доклад. Вы упомянули, что там можно очереди использовать. Вот. Но они сказали, как это использовать. И это большой вопрос для меня остался. На самом деле использовать именно… Если микросервисы друг с другом общаются через систему очередей. Смотрите, вот есть span context. Сейчас я постараюсь найти слайд. Когда вы пишете какое-то событие в очередь, вы просто запоминаете… Ну, вы можете из scope manager определить, какой в этом сервисе активный span и состояние этого спана, по сути, сериализовать куда-то. Вот куда сериализовать? Вы можете для этого написать свои собственные кодеки. Можно наверняка найти что-то уже готовое. По дефолту есть в джагере реализация для сериализации состояния в http заголовке, но можно, например, сериализовать их куда-нибудь в JSON объект или еще куда-нибудь. И таким образом вы, по сути, в сообщение, которое вы передаете в очередь, сериализуете текущий span ID и trace ID. И после того, как сервис B через очередь получит сообщение, он сможет опять же сериализовать их. И когда он создаст свой корневой span и начнет писать трассировку, он этот span просто привяжет к тому спану, который ему был передан через сериализованный контекст. И получается, что вся трассировка в разных сервисах, она будет связана. Только что-то много кода, да, там писать? Ну, на самом деле мы писали свои собственные кодеки. У нас некоторое время использовался в Kubernetes такая штука, как Linkerday. Это, по сути, прокси, который ставится между сервисами и определяет, куда роутить запрос. И поскольку Linkerday понимает только определенный формат трассировок, то нам пришлось написать небольшой кодек, который сериализует состояние активного спана в заголовке, но не тем способом, который является стандартным. То есть, ну, в принципе, там небольшой класс на энное количество строчек. То есть сами методы не надо там менять, да? Нет. Ну, то есть пишется просто кодек, который регистрируется в трейсере, и трейсер сможет этот кодек использовать. Спасибо за доклад. Меня зовут Павел. У меня есть вопрос. Рассматривали ли вы какие-нибудь еще альтернативы, и почему выбрали OpenTracing, а не другое решение? Ну, на самом деле получилось так, что некоторое время назад в Озон влилась достаточно большая компания программистов, которая пишет на Go. И, ну, по сути, нужен был, нужна была какая-то система, которая поддерживает много языков программирования. И вот, собственно, поэтому был в основном выбран OpenTracing. У нас до этого использовался New Relic. Он тоже, в принципе, по-моему, поддерживает разные языки программирования, но мы от него отказываемся просто потому, что он платный. Спасибо за доклад. У меня вопрос по джаггеру. Коллектор как-то масштабируется? Он у вас один на продакшене или несколько? В Кубере у нас получается следующим образом. Есть физические машины, и на каждой физической машине поднят один коллектор. И когда у нас в кластере запускается пот, ему через переменное окружение передается фактически адрес этой же машины, и получается, что все поды из одной машины всегда пишут трейсы в локальный коллектор. То есть, по сути, на каждой ноде есть отдельный коллектор. Честно говоря, не знаю, как масштабируются трейсы, коллекторы для сервисов, которые находятся вне кластера, но, скорее всего, там тоже подняты несколько инстансов для отказа устойчивости, и просто запросы роутятся на отдельный запрос. Потом эти данные, они куда-то сливаются? Они сливаются, по-моему, в Elasticsearch, если я не ошибаюсь. Если я правильно понял, есть локально поднятые коллекторы, и вот морда непосредственно, которая отображает весь трейс, она одна? Она одна, да, и она берется из Elasticsearch. Но она, скорее всего, берется из API-джаггера. Я, честно говоря, поскольку я не сталкивался с установкой-настройкой джаггера как такового, я не могу точно сказать, что именно там внутри используется, но, скорее всего, это Elasticsearch. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Вопрос такой. Вот нам повезло с HTTP и с anti-фреймворком, там все просовывается автоматически, но есть такие вещи вроде Redis, например, куда трейсинг не доходит. Как вот вы решаете эту проблему? Как трейсить Redis? Честно скажу, Redis пока мы не трейсим. Мы в первую очередь столкнулись с тем, что у нас есть много запросов, которые идут не через entity-фреймворк, и также есть запросы, которые идут в Postgres. Собственно, мы взяли вот эту вот библиотечку, посмотрели, как она внутри работает, и сейчас мы где-то 50% переписали под свои нужды, то есть мы сделали таким образом, что трейсы для баз данных пишутся и для прямых запросов в SQL сервер, и для прямых запросов в Postgres. В будущем, возможно, мы от нее вообще откажемся и все остальное перепишем, но пока до этого не дошло. Для Redis я, честно говоря, не знаю. По-моему, в Redis нету… В общем, в Redis на GitHub был, по крайней мере, тикет на том, чтобы ввести там вот этот механизм систем диагностики, через который можно собирать прейсы, но, по-моему, его отклонили. Скорее всего, здесь потребуется какой-то врафер для Redis, чтобы писать трейсы. Ну, собственно, мы так поступили с Postgres. Есть библиотека NPG-SQL для Postgres. Мы просто для нее написали, ну, по сути, ADUNED провайдер, который оборачивает SQL команд и SQL connection, и внутри пишет трейсы и вызывает внутренний объект. Собственно, таким образом мы собираем сейчас трейсы с Postgres. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вы собранные данные как-то анализируете, может, для мониторинга используете? Ну, у нас есть отдельный мониторинг, ну, то есть отдельный мониторинг и дэшбарды для каждого сервиса. В основном трейсинг сейчас используется для того, чтобы, когда мы видим по дэшбардам, что в каких-то сервисах есть проблемы, то есть сервис отвечает медленно, просто смотрятся трейсы по этим запросам, и таким образом можно понять, что на самом деле тормозит не этот сервис, который тормозит по дэшбарду, а на самом деле тормозит какой-то сервис где-то внутри. То есть вот таким вот образом используем трейсинг для этого. Так, чтобы в автоматическом режиме пока что нет, но насколько я знаю, у нас есть команда, которая что-то делает на эту тему. Логично какие-то алерты будет повесить. Ну, алерты у нас пока что через систему мониторинга идут. Спасибо за доклад. А можно вернуться на слайд, который про спан-контекст. Насколько я понял, этот спан-контекст передается через HTTP-заголовки, правильно? Да. А возможно ли как-то по-другому его передавать? То есть если отойти от архитектуры микросервисов, там, например, есть VCF, есть SWAP и так далее, каким образом там это решать? Вот вопрос. Я так понял, что сама библиотека предоставляет возможность инжектора в эти HTTP-заголовки. Ну, собственно, да. Я уже говорил просто, что механизм распространения контекста, он максимально абстрактный и не зависит от каких-то систем. В принципе, несложно написать кодек, который будет сервизовать это состояние куда угодно и передавать его. Ну, собственно, таким образом можно связывать любые системы. Еще вопросы? Например, у нас есть сервисы, которые используют не HTTP, а GRPC и, ну, в принципе, это тоже работает. То есть там, насколько я знаю, тоже используются заголовки, но уже просто другой формат. А можете, пожалуйста, на слайде, который там с кружочками 0.1, 1. Да. То бишь, если мы в первом кружочке поставим единичку, то у нас все всегда будет записываться. Да. Понятно. И, ну, нагружать все понятно. Все. Вопросы? Перейдем к раздаче. А нет, не перейдем. Еще вопрос. Добрый день. Очень приятно. Отличный доклад. Александр. Хотел спросить насчет быстродействия. У вас эта система на продакшене работает? Да. А вы сравнивали ее же работу без нее, скажем так, и с ней? Влияет ли как-то? Ну, прям так, чтобы проводить какие-то специальные тесты, по-моему, нет. Но по опыту, поскольку обычно в каждом сервисе там не так уж много этих спанов используется, ну, то есть пришел запрос, открылся спан. Дальше выполнение кода дошло до выполнения экшена контроллера, открылся спан. А дальше, например, делается запрос к базе данных, тоже открылся спан. Ну, то есть три спана на один запрос это не так уж много. И в целом затраты на какие-то другие действия, они обычно сильно больше, чем вот эта вот нагрузка. Ну, вот если, с стороны, вы сказали, что запросы по звере оборачиваются в Adonet и так далее. Один момент, что запрос, чтобы обернуть туда, значит, это записать, отправить, обработать, это ведь тоже даст какую-то задержку. Ну, да, это даст задержку, но во-первых, плюс в том, что теперь мы понимаем, если мы тормозим, где мы тормозим. И, как я уже сказал, в принципе, вот эта вот нагрузка, она не настолько большая, чтобы от нее отказываться и вообще не знать, как запрос выполняется. В целом скорости хватает даже. Да. Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Перейдем к раздаче призов. Выбирай. Мне понравился вопрос про масштабирование коллекторов. Про масштабирование коллекторов. Кто был этот человек?